Апплэй 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 И говорит, люди, они просто не слышали никогда Писания Люди с таким выдушевлением говорят Расскажите нам больше Расскажите то, расскажите Что это в Библии? А там всякие истории Давид Версавия, Давид Саул Да там же сюжеты такие И они, это что, все в Библии? А мы думали в Библии Не кувыряй в нос О, плохо будет В зеркало не смотри, дурой станешь Да нет, друзья мои Библия совсем другая Она живительная Слово Божие, оно разностороннее Оно просто яркое, как радуга. И вот его-то, его-то, его драгоценное мы и читаем. Вот знаешь, чем больше в проповеди Слово Божие и меньше проповедника, тем лучше. Но, к сожалению, не получается. Все равно Слово Божие перекладывается через пастора и через проповедника. И люди делают ошибку. Ошибку такую, что они впечатляются проповедником, впечатляются человеком. Кто-то лучше доносит, кто-то хуже. Но впечатляться надо Богом. Его Духом, Его Словом. Только Оно спасет нас. А люди, они ошибаются, падают, что-то делают порой не так. И мы разочаровываемся. Разочаровываемся порой в Боге. А в Боге нельзя разочаровываться. Он никогда не бросит и не оставит. Аминь. Идем вперед. Отец Небесный, я благодарю Тебя за Твою любовь, милость, за благодать, Господь, которую Ты нам подарил в Духе Святом. Мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, живительного Господь мой, воскресшего из мертвых. Я благодарю Тебя, Царь царей и Господь господствующий. Аминь. Итак, все, кто смотрит нас онлайн, мы вас всех приветствуем. И мое сегодня слово звучит очень просто, но настолько же интересно, насколько простовато. Оно звучит так. Двухэтажная вселенная. Двухэтажная вселенная. Мы все понимаем, что вселенная не имеет этажей, само собой. Но вот этот термин, двухэтажная вселенная в смысле христианства, как-то однажды употребил Фрэнсис Шефер такой, уже ушедший на небеса, протестантский теолог, мыслитель. И он вот этот термин просто бросил в информационное поле. Я как-то его прочитал и подумал, какая глубокая в этом мысль. И мысль очень простая. Мысль в том, что люди живут как будто бы на двух этажах, вот в двухэтажной вселенной. На первом этаже живут они, их общество, какие-то ценности их, их жизнь вся. А на второй этаж они загнали Бога. Вот туда загнали, и Бог где-то живет там на втором этаже. Он есть, он вроде бы существует, он в удобных им формах пребывает, в каких-то формах, знаете, их религии удобной. И люди туда на второй этаж обращаются время от времени. Когда нужно кого-то похоронить, когда нужно кого-то крестить, когда нужно повенчаться, ну или когда несчастности жизни происходят. Там заболел кто-то, в аварию попал. Вот тогда мы сразу, кто свечечку приносит, кто сразу к муле бежит, кто-то к раввину, кто-то там еще в какие-то свои религиозные штучки. Ребята, я детей люблю, но сильно кто-то отвлекает. Один ребенок отвлекает присутствие 400 человек здесь. Можно вот ради нас, вот ради людей, тихонечко с милым ребенком выйти в зал, и там у нас телевизор специально, чтобы вы смотрели там. Я детей, правда, люблю, но мы специально делаем так, чтобы не отвлекался. Особенно, знаете, у меня еще акустика здесь сильнее, чтобы вы понимали. Ребенок крикнул там, а у меня в уши. И я теряюсь сразу. Простите, дорогие, с уважением отношусь ко всем детям. Господь драгоценный, благодарю тебя и дай мне вернуться к мысли сейчас. И так люди вот живут в этой воображаемой двухэтажной вселенной. И я помню сам, когда я пришел ко Христу, 21-летним парнем пришел, я помню, что я постоянно выбирал религию. Вообще мы жили такое время после Советского Союза, что мы не рождались в какой-то религиозной системе. И вот сразу появились всякие голоса, какую религию принять. И вот ты слышишь, эту религию или эту, как Владимир Ясное Солнышко, знаете, выбирал между иудеями, между христианами, православными католиками, еще выбирал среди мусульман, вот какая религия самая лучшая. И люди выбирают религию, просто вот религию с ее какими-то обрядами. Я помню, я тоже начал выбирать даже религию, может это, может это. Я помню, встретился в армии с ребятами-мусульманами, и они мне все время убеждали, что мы самые честные, мусульмане самые правдивые, самые достойные, самые высокопочтимые люди, самые. И я на полном серьезе, будучи еще человеком несведущим, рассматривал вариант стать мусульманином. А потом не встретил ни одного такого, про какого рассказывали. И до сих пор, кстати, не встретил ни одного. Ну оставим за скобками, я так благодарен Богу, что я стал христианином. Мне всегда говорят мусульмане, там, ты что мусульмане? Я говорю, я за все 27 лет не встретил ни одного такого, про какого вы мне рассказываете. Ну вот нету. Соответственно, ваши дела кричат сильнее, чем ваши слова. И поэтому я пришел к Иисусу Христу, который ничего не кричит, а мало того, что он привел меня не в религию. И вот я помню, что вот на фоне этих голосов, религия, религия, вдруг кто-то мне говорит, прими Иисуса Христа как Спасителя. И это не религия. И я вдруг думал, как так не религия? Ну Иисус, это же тоже религия. И вот я пришел ко Христу 17 июня 1993 года, я помолился простой молитвой покаяния, и я помню, что у меня преобразился мир. Вдруг Бог со второго этажа спустился ко мне на первый. И самое удивительное, что Он всегда там был на первом этаже. Просто мы, люди, вот Его куда-то туда всегда запихиваем. И причем наша греховная природа, она так устроена. Она устроена таким образом, что мы вот чем дальше отходим от Господа, тем дальше запихиваем Его на второй этаж. Вообще атеисты тоже люди очень интересные. Они всегда говорят о том, что вообще Бога нет, но есть ценности. Они говорят, что нельзя убивать, нельзя там воровать много, нельзя там прелюбодействовать и так далее. Они как-то вот, знаете, говорят, нельзя чего-то, атеисты. Но если у них Бога нет, то и ценностей тоже нет. Ну по логике же так. Но они всегда заходят на второй этаж и подворовывают там у Бога ценности. И приносят их на первый этаж. Но это нелогично. Даже их отец, как бы основатель их мышления, ну один из основателей, это Жан-Жак Руссо, который говорил, нет ни ценности, ни культуры, французская революция, это благо. Ребята, живите как вы хотите. Но даже атеисты, последователи того же самого Жан-Жак Руссо, ну там Робеспьер и такие с ним ребята, даже их психология этого не выдержала. Потому что, ну нельзя просто убивать людей налево-направо, и нельзя жить просто без ценностей как таковых. Нельзя. Это страшный мир. Тогда Жан-Жак Руссо говорит, нет, надо вернуться к природе, быть такими благочестивыми дикарями, у которых нет тоже никаких вроде бы ценностей, но они внутри вот понимают, что такое любовь и природа. И вот художник Гоген, впечатлившись речами Жана-Жака Руссо, уехал на Таити, чтобы рисовать эти картины красивые и жить среди этих благородных дикарей. Прожил несколько лет, говорит, слушай, они еще мало того злобные, как и европейцы, только они еще плюс ко всему ничего не понимают, в отличие от европейцев, с тем их поговорить можно, а с этим поговорить не о чем. Попробовал покончить жизнь самоубийством, не удалось, разочаровался во всем, говорит, в мире нет ничего, никакого смысла, вот завел куда человеческий атеизм. А в чем проблема? А проблема в том, друзья мои, что грехопадение это реальность, это не сказки, это не придумана какая-то история, то, что мир однажды был предан сатане. Адам с Евой согрешив, не то, что они съели этот яблоко или банан, на котором все смеются, суть вообще не в этом, а в том, что они поменяли вектор своей жизни и сказали, мы теперь землю предаем власть другому, князю тьмы. И мы сегодня не продукт князя тьмы, но мы живем в продукте князя тьмы, в грехе. И внешне кажется все нормально на нашем первом этаже. Все хорошо, но у нас же все-таки есть совесть. Мирские люди все-таки не все негодяи, конечно, у них есть какие-то ценности. Но они живут вот в этом, знаете, благочестивом каком-то социуме. И думают, что все вроде бы в порядке. И мы сейчас почитаем с вами местописание, и вы увидите, что апостол Павел, что он по этому поводу думал. Так вот, на днях меня тяпнул клещ. Никогда в жизни клещ меня не тяпал. Никогда такого не было в жизни. А тут что-то пошли с женой, с кандидавской сходьбой, пошли по лесу. И вот мы прошлись, пришли, жена моя, как истинная женщина, сразу почистила перышко, пошла, там помылась в душе. Ну, Павли Крындич знает, как правильно, как все мужики. Они же знают, мы же продукт грехопадения. Мы, да ладно, женщина, что, не буду я мыться. И вот я весь день хожу, просто одного клеща сниму, раз, второго сниму. Там что-то клещи как-то меня достали. Попотряс там одежду. И вот ложусь спать, жена уже спит, а я спустился на первый этаж, там что-то, зубы чистить. И такой чищу, смотрю, что-то и шея торчит, палка какая-то. Я, ух, клещ! Я к жене на второй этаж. Как, знаете, к Богу, с первого этажа на второй. И я, трынь, сразу, жена, меня клещ тяпнул. Жена, а-а-а, чуть не в обморок, берет там пинцет, выкручивает, что-то мне крутит туда, крутит сюда. В общем, этого клеща достала, раз, его в банку, все, завтра на экспертизу отвезешь. Ну и пошли спать. Утром просыпаемся, жена говорит, я всю ночь не спала, все о тебе думала. И я говорю, а я спал очень даже сладко. Говорю, а зачем нам двоим переживать? Ну, если ты переживаешь, пусть у тебя голова болит. У меня все в порядке. И вот так я жил на первом этаже, она на втором. На втором этаже почему-то пекутся о тех, кто на первом. Первый этаж ни о чем не парится. Он укушенный клещом, а он не парится. И вот так вот мы все человечество. Мы укушенные вот этим ядом, и этот яд уже живет порой в людях. Ну, у меня, слава богу, хорошая была история, потому что я взял своего клеща, наутро привез в Санкт-Петербургенстанцию, там его проверили и написали, там энцефалита нет, там берлиоза нет, еще каких-то кучи показателей нету. Ну, тогда мы все успокоились. Но этот клещ, это прообраз этого яда, который уже впрыснут в человечество. Он где-то живет уже, а внешне все в порядке. И мы делаем вид, что да все хорошо. Но, смотрите, въявляется Иисус совершенно с другими ценностями. Я всегда думаю, почему Иисус ходил по земле, и 70% его служения, это было исцеление больных и другие чудеса. Вот почему так? И многие как раз атеисты, они думают, ну или просто не атеисты, это просто люди маловерующие, они говорят, ну он просто себя хотел прославить. Но удивительно, что Иисуса много раз хотели сделать царем, он не становился царем. Он многим говорил, не говори никому. Почему? Потому что у него не было цели прославить чудесами себя. Но почему чудеса сопровождали его? Потому что Бог его жил на первом этаже. Он никуда не девался, он был частью его жизни. Иисус говорил, я и отец одно. Но Филипп однажды говорит, покажи нам отца. Иисус говорит, столько времени ты со мною, и ты спрашиваешь, покажи мне отца. Я и отец одно. То есть, другими словами, Иисус жил вот на этом первом этаже, и тут являлись чудеса, знамения, потому что это часть божественной природы. Это интервенция Святого Духа в наш мир. Но люди исключили это все. Не молясь, не видят чудес, не посвящая себя Господу, не видят будущности и надежды. И вот живут в этом удобненьком религиозном мире. Давайте почитаем. Апостол Павел пишет послание к римлянам. И прямо в первой главе, с 21 стиха, он выносит некий диагноз обществу того времени. Прошло 2000 лет, когда я читаю эти слова, я вообще удивляюсь, как будто бы ничего не поменялось. Вот ничего, человеческая душа и природа та же самая. И вот он пишет здесь, смотрите, 21 стих, 1 глава, 21 стих. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили. То есть, он говорит, вот они, люди, знали же Бога. Они видят, что творения есть вокруг красивые, есть прекрасная природа, есть восход солнца, закат солнца. Они же все это видят, видят планеты, они понимают, что есть Творец. И они познали Бога, но не прославили, как Бога. Что это значит? Они Его засунули туда, на второй этаж. Вот ты там поживи пока. А мы здесь не прославили, не пригласили Его в свою жизнь и не возблагодарили. И Библия говорит, но осуетились в умствованиях своих. Вот слово осуетились в своих умствованиях встречается в Библии несколько раз. Кстати, будет еще один пассаж, который он написал к грекам. К грекам. И там тоже эта мысль будет. Смотрите, осуетились в своих умствованиях. То есть, люди осуетились. Осуетиться, это значит на что-то полагать свои надежды. Вот на что-то. И люди начинают на что-то все время полагаться. Им же надо на что-то полагаться. Они полагаются, о, на деньги, бизнес, прет, все. Вот, вот, вот мое счастье. Но моя Библия, как, кстати, и твоя, говорит, не уповай на богатство. Оно приделает себе крылья, и как орел улетит к небу. Мудрый Соломон знал, о чем говорил. Он был богатый человек. Он говорит, братан, нельзя на это уповать. Деньги, они как навоз. Сегодня нет, завтра воз. А сегодня наоборот. Сегодня есть, завтра нет. Деньги, это такая вот, как блудливая жена. Ты не можешь на нее уповать никогда. Ты не знаешь, где она и когда будет. Стив Джобс был известный человек, заработал миллиарды. Один из богатейших человек 20 века. Самый амбициозный, ну и неплохой, наверное, мужик был. Самый амбициозный в своих проектах. Яркая личность, которую изобрел Apple. Вот эти все айфоны, это все его изобретение. Величайший человек и самый богатый. Чик, рак поджелудочной железы. Он миллиарды готов был заплатить, только исцелите. Самые крупные клиники мира, самые известные НИИ не могли ему помочь. И его миллиарды не смогли ему помочь. Стив Джобс. Кстати, с этим интересная шутка есть в Америке. Но она понятна только англоязычным людям, кто английский понимает. Джобс по-английски это работы, как бы работа. Ну, работа, работа, джоб, работа, джобс, работы. Места рабочие. Потом был известный певец, который давал такое вдохновение людям. Это Джонни Кэш. Кэш по-английски это деньги. Кэш. Он играл там в тюрьмах для заключенных, чтобы они возвращались ко Христу. И был еще один известный бизнесмен, Хоуп такой. По-английски это надежда. То есть, получается, Хоуп, надежда, Кэш, деньги, Джобс, работы. И вот когда Стив Джобс умер, американцы говорят сейчас часто, говорят, было время, когда у нас был Джобс, Хоуп и Кэш. То есть, у нас была работа, была надежда и были деньги. Сейчас у нас НО ХОПС, НО Кэш, НО Джобс. НО Джобс, НО Кэш, НО ХОП. Нет надежды, нет денег, нет работы. То есть, умерли все вот эти ребята. Так вот, поймите, друзья мои, мир так устроен, что в нем мы все равно. Нас всегда в нем предадут в этом мире. А мы в нашем умствованиях, мы думаем, что есть что-то, на что можно уповать. Ну как же, родители не предадут. Предадут родители? Обязательно они предадут. Каким образом? Да они уйдут на небеса, просто-напросто. Мои любящие родители меня предали. Я их за это не виню, но так устроена жизнь. Сегодня я прихожу на их могилы и говорю, так хочется, чтобы они посмотрели на моего внука. Они увидели какие-то наши интересные моменты. Да дом даже мой, который я так долго мечтал, построил, хотел, чтобы папа увидел. Он не видел. Предал меня папа мой. Хотя в хорошем смысле, жена, муж, они обязательно предадут. Обязательно. Не обязательно в плохом смысле, но кто-то из них уйдет раньше. Все равно. Это тоже определенное предательство. Я уже даже жене говорю, если я тебя предам, уйду раньше. Говорю, можешь выходить замуж за другого. Может быть, ты найдешь какого-то мужика неплохого, но такого интересного, как я, точно не найдешь. А самое главное, говорю, самое главное в этом. Говорю, тебя никто не будет любить так, как я. Это точно, вот точно, так как я, никто не будет. И вы знаете, но с другой стороны, мы должны понять, что мы предаем. Мы предаем по неволе. Родители предадут. Дети твои тоже предадут. Они выйдут замуж. Они женятся. И для них их семья будет в большем прерогативе, чем ты. На что уповать? А, здоровье! Вот что! Вот, надо же качаться. Надо вести здоровый образ жизни. ЗОЖ и сегодня со всех телеканалов, во всех там, я не знаю, инстаграмах, везде. Как сделать себя круче? Как накачаться? Как правильно пить воду? Как что-то там, я не знаю, сделать с собой, чтобы выглядеть в 100 лет на 30? Но хочу вам сказать одно простое заявление. Никакие диеты мира, никакие витамины мира, никакие кораллы, никакие воды не дадут тебе вечной жизни. Поэтому все равно, ты умрешь и точно так же постареешь. Просто будешь выглядеть, как бабушка-трансформер в лет 150. Будешь вся такая в имплантах. Наверное, проживешь дольше. Наверное. Наверное. Но все равно умрешь. И поэтому уповать, вот в объективном смысле слова, нам не на что. Все уходит из-под ног. Одно только может быть. Творец. Бог. Вот Он, Которого мы засунули туда, подальше от нас, Он-то как раз оказывается самым для нас главным. И Павел здесь так просто пишет. Он говорит, они познали Бога, но не прославили, не возблагодарили. Отодвинули второй этаж. Они осуетились в умствонях своих. И дальше написано, и омрачилось несмысленное их сердце. Слово-то какое. Омрачилось несмысленное сердце. Какой язык, а библейский. Ой. 22. Называя себя мудрыми, обезумели. Говорят, мы мудрые люди. Мы все понимаем, все знаем. И дальше. Обезумели. Вы знаете, Стивен Хокинг говорил, опасно не отсутствие знания, а иллюзия его наличия. Вот это опаснее. Когда знаний нет, не так страшно. А когда думаешь, что знаешь, но ничего не знаешь. Вот это караул. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. Слово образ даже на греческом языке звучит иконы. То есть люди стали рисовать. Первое время рисовали просто для того, чтобы неграмотные люди видели просто библейские сюжеты. И я ничего в этом дурного не вижу. Но как только люди начинают этим сюжетам придавать божественность, говорят, нет, мы молились на эту икону, мы постились. Вот как раз и хуже. Потому что лучше бы это было просто произведение искусства, чем вы назвали это Богом. А потом, вступая там в сексуальную связь где-то дома, люди даже вешают какие-то занавесочки, чтобы боженька не видела. Это в наше время, в 21 веке, представьте. Это каким надо обладать чувством не юмора, а безумия, чтобы, знаете, засунуть Бога настолько на второй этаж, что даже его можно чем-то покрыть иногда, чтобы он не видел. А вы знаете, самое удивительное, что даже в твоих грехах, в твоих несчастьях, в твоих слабостях, он все равно всегда рядом. Он никуда не девается, он здесь. И когда ты это осознаешь, тогда ты пригласил его в свой мир. И пусть тебе будет плохо даже при твоих грехах, потому что он рядом. Один отступник в нашей церкви говорит, ушел там куда-то в мир, говорит, я, говорит, пастор, гулял, гулял там в этом миру. И говорит, не могу избавиться от ощущения, что Бог рядом со мной. Измучился. Все мои друзья грешники, говорит, гуляют так гуляют, бухают так бухают, блудят так блудят. Я, говорит, ничего по-нормальному не могу сделать. Ни того, ни того. Измучился. Говорит, и понял, не могу, надо возвращаться. Я говорю, а что ты измучился? Он говорит, вот чувствую, Бог где-то рядом. Вот, говорит, пастор, лучше, говорит, это даже и не пробовать. Это мучение просто страшное. Поэтому я убежден, что апостол Павел пишет именно об этом. И говорит, 24 стих. «То и предал их Бог в похотях сердец их, нечистоте». Предал, это значит, просто отвернулся, они стали жить в своей нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью. И поклонялись и служили тварей вместо Творца, который благословен вовеки. Потому предал их Бог по стыдным страстям. Вообще язык просто замечательный. Такой не встретишь нигде. «Предал Бог по стыдным страстям». Ну, просто стыдно от них, от этих страстей. И говорит, женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Он пишет в Древнем Риме. Это не наше время. Это две тысячи лет прошло с этих строк. И он говорит, женщины, вот к чему они были призваны? Быть матерью, быть объектом любви какого-то, почитания. Превратились в противоестественное. Какой-то кусок мяса, с которым можно делать все, что угодно. Вы знаете, просто какие-то сексуальные вещи. И Павел Апостол, живя в еврейской культуре, он говорит, «Римляне, вот вы поставили свои статуи, построили амфитеатры, вы сделали какой-то красивый, знаете, создали красивую культуру с понятием права. У вас красивые фрески. Вы какие-то, знаете, интересные люди. Действительно сделали такой культ тела в Риме». Говорит, но при этом вы вдруг обезумели. И ваши женщины превратились в образ вот просто блудниц. Вам даже жениться не на ком. Потому что на ком не женись, все блудница. Вы их такими сделали. Павел потом дальше пошел, представьте. Еще раз говорю, две тысячи лет назад написано. Подчеркиваю, 27 стих. «Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга». Мама родная. Не я написал. Ты сейчас сможешь сказать, Павел Ириндич, ты что такие неприличности читаешь? Да я даже не отца Прохора читаю, там, 15 века, кого-нибудь. Я читаю вообще Библию. Библию. Написано. «Оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах делая срам». Вот людям надо сказать, срам, понимаешь? Слово, знаете, бывает, ну там, срамно как-то звучит по-старославянски. А надо иногда говорить людям, срам. Мне недавно кто-то говорит, «Ой, пастор, Моргенштерн, говорит, такой популярный сейчас у молодежи. Топ-топ-топ. Говорит, посмотри». Я думаю, кто и такой Моргенштерн? Дожил там, не слушал никогда. Раз мне там дали посмотреть, видеоклипы посмотрел. Стоит какой-то чувак, ну, вы, наверное, знаете, особенно молодежь, стоит лицо татуировное, что-то 666 где-то у него там татуировки. Из носа торчат две железяки, как будто, знаете, металлоломом сморкнулся. Стоит весь какой-то, ну, не мужик, какой-то, все, о чем он разговаривает, это какие-то похоти. Он и с мужиками пробовал, и с женщинами пробовал, он все пробовал в жизни. И под наркотой, и песни-то какие-то. Это не песни, это рычание какое-то, мычание. Какие-то вокруг него эти монашки, какие-то извращенческие, какие-то он какой-то в стрингах там показывает задницу в этих, в одеждах монашеских. И я думаю, это ж срам. Я посмотрел, и девушки говорят, вот он сейчас кумир. Я говорю, слушайте, боже упаси, чтобы такой мужик стал кумиром. А это говорит о том, что яд на первом этаже глубоко уже распространился. Если люди так легко, ходя даже в церковь, приходя там какие-то на богослужебные свои практики, будь то в любой религии, какой бы он ни был, так легко тащится от вот этого Моргенштерна, ну это срам, просто. И дальше написано, мужчина на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Какое возмездие? Возмездие это отчуждение от жизни Божьей. Это страшная вещь. Страшная вещь, когда человек запутывается в своих мыслях, и он живет в каком-то иллюзорном мире, который ему навязывается, что этот мир счастливый, это там классно проводить время. Я буквально недавно как-то почитал целую статью и задумался каким-то вопросом. Все время фильмы смотришь, ну какие-то западные фильмы особенно, да и российские сейчас такие. Всегда где-то, особенно если что-нибудь про бандитов или что-то такое, всегда кто-то спускается в подвал поговорить, вот переговоры провести. Они спускаются в какой-то подвал, и в подвале там все как-то красиво устроено, ну красиво в их смысле. Там все какие-то отделки красивые, там на шесте какая-то девка всегда крутится, тут музыка всегда на фоне. Что-то все в красных тонах мигает, какой-то алкоголь, кокс, они там, Джек, давай поговорим. И вот что интересно, я всегда думал, а что они там этим занимаются? Что нельзя сесть на веранду какую-нибудь, сесть там на берегу моря и поговорить о своих делах. Все куда-то спускаются. Так вот я поговорил с европейцами, целую статью прочитал, что сегодня поколение настолько демонизированных людей, они просто тянутся к демонизации. Демонизация стала частью культуры. Яд первого этажа, он настолько сильно распространяется, яд греха, что люди, они чувствуют себя даже лучше вот в этой атмосфере. И все их сознание получает один и тот же импринт, один и тот же. Это всегда какая-то сексуальная связь, постоянная, причем в разных формах какая-то. Это всегда какие-то наркотики, алкоголь, какие-то еще штучки, картинки вот эти полумрачные, где-то в подвалах. И люди вот в этом живут. Так вот, внимание, в Лондоне сейчас уже, вот этих подвальных помещениях, живет десятки тысяч людей. Сейчас в Стокгольме, в Амстердаме строятся эти огромные площади, подвальные, потому что спрос огромный. Людей туда тянет. Людям нравится делать татуировки с козлиным черепом, какие-то татуировки с чертями, 666, они просто балдеют. Они хотят ставить себе вот эти татуировки на все лицо, рога себе вкручивают. Почему так? И ты думаешь, ну, что в этом привлекательного? И вот люди после работы, обычные менеджеры Лондона, работают, зарабатывают деньги в костюмчиках, приходят с работы, первое, что делают, переодеваются в кожные одежды и спускаются в этот мир. И я думаю, Господи помилуй, представьте, они там живут. Удивительно, что психологи, народ не дурной, и вообще наука психологии появилась как наука о душе. Многие, кстати, этого не знают, но психос, это с греческого душа, просто вот душа, а логос, это слово. Поэтому все, что там заканчивается логия, это значит наука о чем-то. И психология, это наука о душе. То есть люди не знали, как определить, как назвать эту науку иначе, которая занимается человеческими эмоциями, переживаниями, целями, страхами. И вот назвали ее психологией. И вот психологи, независимо от их вероисповедания, взглядов на жизнь, они видят один интересный момент, что человек впадает очень легко в какую-либо зависимость, потому что у него появляются в жизни некие импринты. То есть импринты, это что-то, что он увидел, или что-то вдохнул, и это стало частью его мозговой деятельности. То есть где-то остается отпечаток в голове. Я после этого задумался над словами Черниговской, такой профессор Черниговской, она занимается человеческим мозгом. И она прям говорит, не смотрите страшные картины, не увлекайтесь фильмами ужасов, не смотрите насилие, потому что это остается в вашем сознании. А еще самое страшное, это ваши переживания, которые вы испытывали что-то. Вы пережили какой-то сексуальный опыт, вы пережили какой-то штыр наркотический, алкогольный, и это остается в вашем сознании. Оно запечатывается, как какое-то удовольствие. Я вчера буквально ехал с тремя братьями, с тремя сразу ехал, и они, бывшие наркоманы, солевые. И знаете, сейчас наркоман другой пошел. Другой пошел наркоман. Раньше наркоман был по-честному, уколется героином, и кипит там, я не знаю, что он там делает. У него хотя бы физическая больше зависимость. А сейчас я этих ребят спрашиваю, я говорю, ну в чем кайф-то? Они говорят, никакого кайфа, один ужас. Вот когда ты, говорит, находишься под этой дурью, ты хочешь оттуда избавиться, хочешь. Как только ты вылез оттуда, ты опять хочешь того же. Это говорит, как какой-то садомазохизм. Тебя мучают, мучают, мучают. Ты вылез оттуда, говоришь, фу, слава богу, больше не мучают. А потом думаешь, помучали бы еще. Что это такое? Они говорят, мы не можем объяснить. Но четко понимаем, это бесы. Вот прям ребята говорят, прям вот бесы, чисто ярко выраженные. И я себе думаю, представьте, что вот этот первый этаж заполнен, этот первый этаж, вот этими демонами. И они постоянно говорят, тебе не нужен бог, тебе не нужно, тебе нужно жить как все. Вот есть удобная религия, и там на втором этаже он живет. Вот ничего, будешь умирать, священник помолится. А мы сейчас в подвал. И люди в результате, как ни странно, не мы создали, вернее, не Бог создал нас по своему образу и подобию, вот нас, людей, хотя в Библии так написано, а мы, люди, создали Бога по своему образу и подобию, чтобы он был удобный для нас. Субтитры создавал DimaTorzok